Короче говоря, попал в прошлое. Это был странный день. Как минимум, потому что сегодня я проснулся в 8 утра. А вдобавок ко всему, в своей старой квартире. Как я здесь оказался? Может быть, вчера просто приехал сюда, чтобы проверить состояние квартиры? Но это как-то тупо и нелогично. Тогда, скорее всего, я просто пришёл сюда через телепортирующий шкаф. Теперь всё стало на свои места. Пожалуй, вернусь обратно домой в Москву. Вошёл в шкаф. Вышел в Серёгину комнату. Очень странно. Почему я не попал к себе? Увидел на диване старый Серёгин телефон, с которым он ходил несколько лет назад. А вот на столе его старый ноутбук. Ностальгия. Жаль, что он сейчас в Москве. В комнату вошёл Серёга с тарелкой бутеров. А он что тут делает? Серёга был в шоке. Он медленно поставил бутеры на стул, спросил, что я здесь делаю и кто я вообще такой. В ответ я спросил, почему он не в Москве. Он сказал, что никогда и не жил в Москве. И вообще видит меня впервые в жизни. Что-то здесь нечисто. Я предложил Серёге прибраться в комнате. Но он уже вызывал полицию. Я отобрал у него телефон. И случайно увидел дату. 12 августа 2014 года. Я ничего не понимал. Серёга ничего не понимал. Похоже, что я каким-то образом переместился в прошлое на 6 лет назад, когда мы с Серёгой ещё не были знакомы. Видимо, разговор будет долгий. Я предложил ему успокоиться и пойти выпить чаю. Мы сидели на кухне. Серёга явно нервничал. Я стал рассказывать, что попал сюда из далёкого 2020 года. Так прошло несколько часов. За это время я рассказал ему о нашем знакомстве. О том, где мы учились, кем стали и что происходит в наших жизнях сейчас. Серёга сидел со стекленевшими глазами. Надо его как-нибудь отвлечь. Я сказал, что это, кстати, 10-й айфон. Разблокировал его при помощи Face ID. Он удивился. Спросил, что ещё интересного будет в будущем. Я задумался. Рассказал про бушующий в мире вирус, про биткоины и показал популярное приложение TikTok. Он посмотрел несколько моих роликов. Значит ли это, что я теперь получу суперспособность комара? А какая у него суперспособность? Ну, комар сосёт. Мне не нравится эта суперспособность. Серёга спросил, есть ли что-нибудь более полезное. Я убрал телефон. Больше ничего ему не расскажу. А то ещё проболтается кому-нибудь и его сочтут сумасшедшим. Но Серёгу уже было не остановить. Он интересовался, каких ошибок не допускать по жизни. Когда у него появится девушка. Затем взял ручку с бумажкой и приготовился записывать результаты самых громких спортивных событий в будущем. А он не офигел? Получается, его в будущем ждёт отличная жизнь, а меня нет? Несправедливо. Поэтому я привёл себя из прошлого. Посадил себя рядом с Серёгой из прошлого. Стал рассказывать, как создать себе успешную жизнь. Они едва успевали записывать. Прошёл час. Я спросил, всё ли они поняли. Серёга кивнул. Рома из прошлого тоже кивнул и спросил, кто я такой. Идиот. Приятно познакомиться, я Рома. Я продиктовал все исходы значимых спортивных мероприятий. У меня настоящего на руке появились дорогие часы. Блин, это работает. Дал ещё множество наставлений. И сказал, что мне пора возвращаться обратно в 2020. Мы пришли в комнату. Я открыл дверь шкафа и напоследок приготовился сказать самое важное. Чтобы они обязательно создали на Ютьюбе канал с названием Ванту. Это кардинально изменит всю их жизнь. Иначе не будет ни подписчиков, ни просмотров, ни самих видео на канале. Надеюсь, они меня услышали. И я со спокойной душой отправился назад в Буду.